Спокойный, абсолютно не воспаленный, ничего, миндальники не очень большие у него. Разные диагнозы и симптомы. Врачи-педиатры Одинцовской областной больницы ежедневно стоят на страже здоровья маленьких пациентов. В День защиты детей медики поделились своими профессиональными секретами и рассказали о специфике работы. А в саду? В саду. Ну, рабочий день у нас, конечно, стандартно. Проходишь по группам, посмотришь, сколько детей, какие дети, кто пришел. Переболевших обязательно там надо посмотреть. Кто пришел, допустим, поболел, со справочкой приходят. Вот. С воспитателями работа, да, какая-то. Ну, медсестрами очень хорошие в детском саду. Стаж Людмилы Ивановны уже более 30 лет. Работает с детьми в дошкольном отделении. Считает, что врач-педиатр должен обладать не только высоким профессионализмом, но и чувствовать каждого ребенка, вне зависимости от возраста. А Наталья Васильевна проводит осмотры школьников. Одно из важных направлений ее работы – вакцина-профилактика. И прием амбулаторный, да, и травмы могут быть, да, и может быть с детками и профилактическая работа, те же диспансерные наблюдения, да, то есть и проведение туб-диагностики, да, то есть это разноплановая такая работа. Как мы можем и на прием с больными детками, так и работать со здоровыми детками. Детский врач всегда взаимодействует даже с самыми маленькими пациентами, которые иногда не могут объяснить, что у них болит. Поэтому педиатры Одинцовской областной больницы отмечают, что владеть качествами педагога и психолога тоже часть их работы. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.